Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Ивва. Сегодня мы будем читать и делать обзор 14 главы этой книги, которая состоит всего из 22 стихов. Что мы видим в этой главе? Окончание ответной речи Ивва на речь Сафара с 1 по 17 стих, надежда Ивва на божественное милосердие, дающие ему возможность оправдаться, с 18 по 22, и ослабляющие ее, эту надежду, соображения. Итак, первый абзац, окончание ответной речи Ивва на речь Сафара с 1 по 17 стих. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты» – здесь обращение к Богу – «отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Не один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего». Здесь Иов воздыхает о кратковременности человеческой жизни, о том, как быстро меркнет человеческая красота, теряется здоровье. И Иов как бы просит Бога, чтобы его суды не сопровождали человека во все дни жизни своей, чтобы он хотя бы какое-то вдохновение, как наемник, получал бы от трудов своих. И далее. «Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяв воду, оно, то есть это дерево, дает отпрыск и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река и высыхает, «Как человек ляжет и не станет до скончания неба, он не пробудется и не воспрянет от сна своего». Здесь Иов не отрицает воскресение мертвых. Он говорит «до конца неба», то есть до конца этого мира, все будут лежать в своих могилах. Но из Библии мы знаем, что будет новое небо, будет новая земля, когда все прежнее пройдет, и будет новое человечество воскресшее. «О, если бы ты в преисподней скрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена». Иов говорит «я себе был уверен в том, что смогу возвратиться к жизни, потеряв здоровье здесь, что откроется новое дыхание, как бы вторая смена обнаружится в жизни моей, новые поприща, но я знаю, говорит он, что человек стареет, стареет, дряхлеет, дряхлеет, и потом он умирает. «Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего, в свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою». Здесь Иов как бы говорит, что если бы был бы новый шанс для моей жизни, наступила бы эта вторая смена, возможность начать жизнь с белого чистого листа, я бы, с учетом того, что у меня не получилось во время первой смены, я бы старался поступать более осторожно. Такое интересное рассуждение у него. И далее с 18 по 22 «Надежда Иова на божественное милосердие, дающие ему возможность оправдаться. Но гора, падая, разрушается». Здесь он как бы говорит, если горы разрушаются, что же говорить о человеке из плоти и костей и крови. Горы представляются чем-то вечным, незыблемым, но и гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего, вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль, так и надежду человека ты уничтожаешь. Сетует Иов. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лице и отсылаешь его. Лице меняется иногда от страха, но здесь, скорее всего, имеются в виду вот эти процессы старения, когда человек теряет былую красоту, молодости, теряет свежесть своего лица, приобретает некую такую, как бы, плачевную маску. Вчастили дети его, он не знает. То есть, умирает, человек уже не владеет никакой информацией. Он не знает, унижено ли, он не замечает, то есть, что происходит с детьми, с внуками. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Здесь, как бы, говорится о нахождении в Шиоле, в могиле, было такое представление у древних, но это надо понимать, что иногда смерть социальная приходит раньше, чем смерть физическая, когда недуги помрачают разум человека, когда человек уже не способен анализировать и распознавать, кто с ним общается. Он не узнает своих детей, он не узнает своих внуков, он с удивлением смотрит в зеркало на самого себя. Это реальность жизни человека. Как я часто вам говорил, книга Иова – это книга страдания, книга боли и переживания, но это же и книга надежды, и книга веры. Поэтому очень важно не остановиться на одной из глав этой книги, а продолжать ее исследование, ее изучение до самого конца. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok